В Украине или на Украине? Вопрос для многих не лингвистический, а политический. И лингвистика, политическую победу одержали украинцы, которые пристально следят за украинскими топонимами на иностранных языках. США решили по-другому писать слово Киев. Не Киев, вот так вот, а вот так. Киев, так как название столицы Украины звучит, собственно, на украинском языке. Такое решение принял Совет США по географическим названиям. Поменять в международной базе официальное название столицы Украины. Именно на эту официальную базу ссылаются международные организации. Так, по крайней мере, утверждает в украинском посольстве в США. А бывший президент Украины Петр Порошенко говорит, что за изменение этого названия боролись пять лет и называет произошедшее победой. Видимо, имея в виду и свой вклад, который он внес в это. На самом деле, уже использует написание Киев в ряд аэропортов и авиакомпаний, например, Визэйр. Мы же решили спросить людей на улицах Киева, важно ли это для украинцев, и если да, то почему. Да, он должен звучать, название нашего города должно звучать именно Киев. Ну, потому что все-таки это украинская, не все-таки, это украинская столица, безусловно. Она должна называться в той транскрипции, в которой украинцы ее и называют. Я думаю, что это, ну, более правильно, потому что Киев – это как бы столица Украины, и на украинском языке это будет Киев, поэтому если они переводят так, то это больше похоже на наше официальное название, как бы Киев – это на русском. Я считаю, что это вообще не принципиально. Можно писать и Киев, и Киев. Важно, чтобы транскрипция была общепринятой, и все. Ну, например, та же Москва, мы говорим Москва, англичане говорят Москва, немцы говорят Москва, и, в общем, никому плохо от этого нет. Главное, чтобы всем это было понятно. Ну, позитивно, звичайно. В чем проблема? Положительно, конечно. В чем проблема? Если раньше Украину с украинским языком воспринимали в мире как русскоязычную страну, и называли столицу нашей страны больше с уклоном к русскому языку, а теперь больше с уклоном к украинскому, то, конечно, это положительно. Это означает, что украинский язык захватывает больше территорий, и больше людей начинают общаться на нем. Она захватывает больше территорий, и больше людей с ней начинают общаться.